Петь, приветствую. Приветствую. Петь, расскажи, может, историю, как попала в Грузию? Почему эта страна? Так, друзья, я продолжаю свое путешествие на автомобиле. Проехал я уже юг России. Сейчас я в Грузии, был в Армении. И из Грузии продолжаю путешествовать далее. Еду я в Турцию. Такая ситуация, что в первый раз я попал 5 лет назад. Потому что развелся с первой женой. И я выбирал альтернативу Крыму, потому что в Крым я не могу поехать по своим политическим убеждениям. И я выбирал страну, где можно ее русскоязычно разговаривать. И чтобы были горы и море обязательно. А, горы и море, так. Для меня это очень важно было в тот момент. И вот сюда приехал. Познакомился с девочкой. Вот, грузинкой. У нас был роман. И, да, то есть... Потом я вернулся в Украину. То есть там в Украине тоже работал. Потому что у меня в Украине четверо детей. У меня вообще пятеро детей. Вот, у меня пятый ребенок. То есть родился в Грузии. Сын. И это у меня была причина, почему я приехал сейчас. Потому что я знал экономическую ситуацию. Знал, насколько здесь будет тяжело. Насколько здесь сложно экономически будет что-то делать и зарабатывать. Но, тем не менее, я пришел сюда только по той причине, из-за того, что у меня здесь есть сын. И женился на грузинке. Это на маме, да? На маме. Ну, на маме ребенка. На маме ребенка, да. Это уже, получается, дети от разных жен. Да, у меня четверо от первой, а пятый от грузинки. Вот это да. Вот это круто. Вообще интересно. Слушай, и как вообще вот жениться на грузинке? Как они отличаются от девушек с Украины? С Украины, с России, с Белоруссии. Конечно, отличаются. Очень сильно. Потому что грузинка – это чистота. Это верность. Потому что, ну, это лучше, чем грузинка. Жену, допустим, я себе даже не представляю. Потому что это правда, действительно, очень круто, когда ты знаешь, что… Ты придешь домой, а ты всегда ее встретишь дома. Ты знаешь, что всегда она будет лучшая. Грузинские женщины не любят русских, там, украинок и так далее. То есть я много от них слышу это. Потому что более легкомысленные, более… Ну, допустим, грузинская женщина не будет общаться с другими мужчинами. То есть она не будет ни в барах, ни так далее. То есть не будет принимать подарки, ничего, никогда. А почему? И это мне очень нравится. Потому что, ну, как бы это верность, это правильно. Не может женщина, допустим, да, то есть когда у нее есть мужчина, принимать внимание от других мужчин. Это неправильно. Ага, нет. Ну, а там кофе попить же можно с подружкой сходить, наверное, ей или нет? Ну, конечно, можно. Можно, если там… Ну, конечно, можно, то есть так далее, то есть, ну, вот. Ну, в основном, то есть всегда все делается четко, да, то есть там, как бы, то есть это обговаривается изначально, да, то есть, ну, муж знает, где находится жена и так далее, что она делает. И, ну, такое… А мужчина, то есть, ну, мужчина тоже должен так же самосередко, я считаю так, потому что верность – это очень важный аспект нашей жизни. Вот. И я, например, вот выбрал как раз грузинскую женщину, потому что я знаю, что это верность, что это надежность. Общение, как, ревнивые пить? Грузинки? Да. Очень. Очень. Это не то слово «ревнимые». Ну, тебя прям постоянно держат за одно место, прямо чтобы туда только вот до работы отходил, или как-то все-таки ты можешь там попить пиво с друзьями сходить? Нет, попить пиво, то есть с друзьями – это вообще даже не обсуждается, то есть, ну, друзья есть друзья. Вот, да, я, например, да, вот здесь, когда вот женился на грузинке, все, то есть, ну, я с друзьями встречаюсь, я с мужчинами общаюсь. Я всегда нахожусь, в основном, в грузинском обществе, поэтому я очень хорошо знаю грузинский характер, грузинских людей. И вы знаете, я могу сказать многое об этом. Да. Чаще бывает, что женщины работают на работе, то есть, а мужики, то есть, ничего не делают. Да? Что печально. Серьезно? Это так все, мужики ничего не делают? Не все. Ну, ну, такое зачастую бывает. Ага. И что очень даже обидно. Ага. Слушай, ну, а если, например, в компанию куда-то пошел, девушка есть там, незамужняя, как-то это сразу семафорчик со стороны жены или так спокойно? Нет, ну, если, допустим, нормальный мужик, то есть, ну, я, например, не обращаю внимания на других женщин. У меня все равно, если у меня есть жена, допустим, женщина, то есть, так далее, то есть, на духе не общались. Я могу попить кофе, могу пообщаться и так далее. Ну, а так, нет, конечно. Понял, понял. Петь, расскажу портрет грузинки, девушке, расскажите, как вот она. Какой портрет грузинки? Да. Это честность, верность, гордость. Гордость очень сильная. И очень важна семья. Для них, да? Да, для них семья, фамилия и так далее. То есть, если, допустим, женщина-грузинка где-то пойдет гулять, есть и проститутки грузинские и так далее, то есть, есть это. Но, это очень мало, потому что здесь, как бы, очень важна семья, то есть, позор семьи, родственники, родственница, связь очень важна. Очень важна родственница, потому что знает твою семью и так далее. И если кто-то из семьи пошел не так, это уже сразу отражается на всей семье. Это позор для всей семьи. Поэтому в этом плане тут очень строго. Очень строго получается. То есть, это у них, ну, понятно, там, уважение к старшим. А вообще, какие вот жизни ценности у них? Уважение к старшим это однозначно. Даже, допустим, когда едешь в обычный автобус или маршрутке, что ты видишь? Если заходит женщина, ребенок или, да, кто-то, всегда уступят место. Никогда мужчина не останется сидеть на маршрутке. То есть, когда заходит кто-то из старших или женского пола. Или дети. Поэтому здесь это очень ярко выражается. Петя, а кто такие вообще грузины? Портрет какой-то напиши. Грузины – это гордый кавказский народ, который борется за свою аутентичность. Потому что они действительно уникальные. Уникальный алфавит, уникальная история. Это уникальная страна и уникальные люди. Поэтому тут действительно, в этом плане, то есть, очень много хорошего, и очень ниже. А как вообще по характеру? Как вот они отличаются от нас? Да, конечно. В чем вот грузина от нас? Грузины отличаются тем, что они… Разница в нас и в грузинах. Во-первых, в Грузии, то есть, я вижу, как я вижу в Грузии, да? Что это единственная страна, да? Допустим, одна из единственных таких вот, где своя письменность, свое все. И у них свой характер. И она отличается тем, что вот сплоченностью и умением любить друг друга, да, где-то в чем-то они бывают глупые, где-то какие-то ошибки делают и так далее. Это все делают ошибки. Но они, тем не менее, все равно. Родственный связь и так далее. То есть, если ты, не дай бог, на улицу упадешь, к тебе сразу побегут, помогут. То есть, у них есть еще эта сердечность. Несмотря на то, что сейчас экономическая ситуация в Грузии, мягко говоря, ужасная, вот, тем не менее, все равно стараются поделиться. Допустим, вот обычная, да, то есть, так вот делают. Если, допустим, последний кусок хлеба, то переломают и поделят, да, то есть, если холодные оба, поделят, то есть, друг с другом. Вот, а если маленький кусок хлеба, то скорее даст тебе, чтобы ты покушал, чем самому покушать, потому что важнее другой человек. Вот так вот, понял, понял. Слушай, а вот про ревны с тобой заговорили. А как тут, какие вот вообще, вот, качества вот у женщин, мужчин таких вот, они как-то ревнивые в семье, да, вот? Очень? А в чем вот связано, вроде как-то такая, ну, для меня это как-то диковато уже вот так вот, как вот тебе кто-то ее ждет? Нет, ревность, ну, на мой взгляд, это, допустим, я, ревность, это чувство людей слабых, если не самоуверенных, то есть, как бы, это есть такое, согласен. Вот, но, тем не менее, здесь это присутствует, потому что здесь ревность очень серьезно, то есть, когда-то был на моей памяти случай, вот, когда я пришел на массаж, то есть, сделал массаж, поднимался, видел скандал внизу, вот, и я поднялся, где массаж спустился, вот, и ждал в холле человека. И там вышло так, что человек просто пришел, потому что он привинован, у него жена работала там горничная в этом отеле, и он привиновал что-то. К кому? К подушкам? Нет. К мытью полов? К кому-то из гостей. А, из гостей? А, вот так вот из гостей. Ну, это не смешно, потому что человек выпустил пять пуль. А, вот так вот даже было? Он пришел, застрелил, застрелил. Да, и сам застрелился. Это здесь такая ситуация была? Да. Он просто так вот знает, даже в другую стройку, когда муж там привиновал, то есть, у них было двое детей и так далее, то есть, он просто перерезал горло жене, то есть, такой, поэт. Это здесь такие отрезы, да? Да, здесь, здесь, здесь крайности. А, крайности прям. Если, допустим, где-то что-то, то есть, какая-то кровная месть и так далее, то есть, это еще присутствует. Здесь еще, даже в наше время, да? Даже в наше время. Даже в наше время, допустим, если ты где-то здесь накосячишь, То есть ты можешь получить кровное место, тебя могут убить Даже так? Даже так И человек, когда на это идет, он понимает, что перед законом это неправильно и так далее И чаще всего он просто потом кончается с собой, то есть и все А, вот так, это убил всех и себя, да? Слушай, в связи с чем это связано? Из-за того, что так у них психологически происходит? Это психология, это воспитание, да, то есть это испокон веков Воспитание, это воспитание кавказского народа и так далее То есть это честь А честь дороже всего Если нарушена честь грузина, то пощады лучше не ждать А, вот так Здесь еще кордут невесты или нет такого же? Невестка кордутыща? Ну, грузин там захотел жениться, не дают Он ее украл Кордутыща? Или нет? Сейчас нет Уже нет, да, получается? Сейчас уже нет Сейчас это уже не принято, сейчас нет А на свадьбах гулял грузинских? На своей Ну смотри, как вообще это было все для тебя? Это было в Кутоисе, это было классно, очень хорошо То есть в Кутоисе прекрасный город Вот, и ну как бы там Там было все, то есть там Ну, это была очень хорошая свадьба Народу было тысячу, больше? Нет Это были ковид, поэтому нельзя было больше 20 человек То есть, поэтому была небольшая свадьба Тем не менее, она была очень хорошая Ну вот, и это я запомню навсегда Понял, а как вообще выглядит грузинский свадьба? Как у тебя там процесс был, там венчание или как? Венчание, в первую очередь церковь Вот, так как у меня жена, дочка священника Ну, он уже умер, к сожалению То есть, и получается, что Мы в церкви помечались Потом мы поехали На, да, то есть, ну, не поехали То есть, я пошел на могилу отца Потому что отец похоронен как раз В той церкви, где мы помечались Там, где он служил Мы в церкви помечались, да Вот, то есть, я дал там обед, клятву Вот, верность и всему остальному И потом уже, то есть, поехали там Фотосессия и так далее, как полагается И потом ресторан Там ресторан, то есть, там блюда некуда было ставить А, вот так даже все Столы ломить здесь, да? Да Ну, свадьба где-то обошлась в 3000 долларов Ох ты, слушай, а вот здесь большие свадьбы проводят Мы сейчас вот с Сашей разговаривали на тему Откуда вообще люди деньги берут? Если там 700 человек приглашают, 1000 человек Как-то вот здесь вроде Грузии не такая богатая страда Как понимаю Не богатая страна, но когда происходит свадьба То есть, там скидуются родственники и так далее Берут там, одалживают в долг и так далее Потому что очень, скажем так, гости дарят в основном молодым И так далее, то есть, там золото Деньги, да? Все равно деньги и золото, то есть, украшения Это все окупается, да? Или можно и так свадьбу собирать, что потом еще будешь Преди 20 лет платить? И такое бывает Бывает такое? Ну конечно Так а для чего все это уже? Вот это пыль в глазах, как что-ли называть? Это или как вот? Для чего все это? Кому это? Грузины любят пафос Пафос, да Вот я раньше, допустим, вот когда первый раз приехал Захожу в ресторан, все там столы ломятся и так далее Я думаю, блин, откуда столько денег, что они так ну это? Сейчас всех ухудшают Сейчас всех ухудшают Потом я узнал, что, знаешь, из 10 столов, вот, 7 сидят в долг В долг? Серега? Да, в долг Это вот тут свадьба, да? Они тут вообще в долг Ты зайди в любой магазин, тут везде будет книжка, где должники есть Серьезно? Конечно Ты в каждом магазине книжки где должники? Я вот сразу плачу деньги А я сейчас захочу, я зайду, возьму спокойно в долг, что мне нужно в магазине И здесь я И что, и так все живут? Или просто тебя хорошо знают? Ну, мне там реально не дадут, потому что меня не знают, наверное, да? Тебя не знают, конечно, тебе не дадут Да Это если тебя знают, тогда что тебе дадут в долг Дадут? Да Так слушай, а здесь же, может, там собрал чемодан, уехал и там ты должен, может, 3-4 тысячи евро или нет такого? Ну, когда, допустим, знаешь, что ты постоянный клиент, что ты здесь работаешь или живешь, тебе дают в долг, тебя знают Меня очень уважают У меня здесь сейчас по многим местам, то есть в Батуми, я могу пройти по всему, то есть я могу выйти на бульвар, то есть у меня в серте бульвар мой друг, кстати, я сижу познакомлен Понял, понял И что, так все живут? Никого денег нет и все в долг, и потом его отдают Вот я сейчас живу, допустим, в Махинжаури, у людей трехэтажные, пятиэтажные дома, допустим, где они принимают гостей Так У них денег нет, они идут в магазин, берут в долг, хлеб берут в долг это Так, а когда еще, с чего они деньги-то отдают? Когда-нибудь, что ли? Когда-нибудь Так, а это когда-нибудь наступает или неизвестно? Ну, не всегда Например, мы не должны очень много денег, то есть здесь, да Потому что тоже так просили, но я уже не мог отказать, жалко было, да И, да, ну вот Диао массаж в долг, то есть и мне это нужные деньги И не дают, и трубки не берут И трубки не берут, а, значит, в общем, короче, как бы Здесь долги давать не любят, скажу так А, сразу, да? Да Получается, здесь в долг очень много занимают и... А не привыкли же в долг Привыкли? К сожалению, да Прям привыкли, да, получается, здесь, это норма здесь, да, получается? Это экспаты или все и грузины, и все подряд? Это грузины Грузины чаще Экспаты, ну, редкость Экспаты, в основном, то есть они живут на свои доходы и так далее То есть экспаты, то есть они больше Да, то есть они зарабатывают в интернете, то есть у них свой доход есть и так далее То есть они вовремя рассчитываются Они платят все-таки, да? Да А вот, если, допустим, с грузинами работать Это... Я бы никогда в жизни не завел бизнес с грузинами Да? Почему? Потому что бессмысленно Почему? Потому что, в основном Это, ну, кидалово Очень часто И, как бы, дружить, общаться, посидеть за столом, допустим, попеть песни, допустим, сказать хорошую тесты, да Ага, а доделаю? Но девы я бы не завел А, вот так вот Получается вот этот пафос, да? Вот это вот И такой вот Большие столы все валятся Да, и чем больше человек говорит, чем больше человек обещает, тем меньше будет делать, да? По факту Ну, я так, в принципе, понимаю, что это все это И так же и с девушкой связано, да? Он там ухаживает так красиво, а потом в итоге... Конечно, тем больше пафоса, тем меньше девы Дело Вот Есть грузины, допустим, у меня есть друзья хорошие, да? То есть, которые Но они делаются молча То есть, они тебе не обещают, они делают и все И ты видишь это А если тебе человек сразу со старта, с первого знакомства начинает много обещать Запомни, что это все Это не жди Ну, я вот такое тоже в Черногории заметил, в Сербии Меня там тоже развели на деньги Тоже заметил такое там все Вот такое вот все И в итоге там С тебя там что-то пытаются взять Вот так вот Ну, вначале ты, может, лоханулся Тоже там что-то давал, а потом понял, что это все Я даю по своей доброте Ну, скажем, я и деньги давал, то есть, массажи делал То есть, я просто по своей доброте я не могу отказать Я давал для твоего Гиппократа, поэтому... А, ты его доктор, да? Да Вот я давал для твоего Гиппократа Поэтому я не могу, если человеку плохо, если у человека что-то болит Я просто, ну, я физически, я не могу отказать сказать, что у тебя денег нет, иди нафиг Я такого сделать не могу, потому что, ну, не позволяет это мое внутреннее состояние Не то, что я давал клятву Гиппократа, а то, что я внутренне, то есть, я себе не могу позволить Если человеку плохо, не помочь ему То есть, это я считаю неправильным Так, Петя, а я вот такое слышал, например, даже в Черногории, что он скажет Ой, у меня мама похороны, вот мне срочно 200 баксов нужно, вот мама сейчас умирает буквально Вот надо срочно бежать там, это помогать ее Он взял деньги и забыл уже вообще про эту маму И как вот здесь быть? Это, получается, постоянно будет тебя иметь, так? Ну, блин Ты и дурак, значит Ну, получается, если так вот, как тут... Ну, даже понимать там, кому, ну... Если, допустим, человек, допустим, такое говорит, то есть, ты должен, как бы, ну, хоть немножко информации проверить Хорошо, давай поехать, то есть, тогда, если, действительно, человеку нужна помощь, человеку нужно помочь Но, ты должен убедиться в этом Ну, так я думаю, тут пользуются этим, наверное, очень многие, вот так, какими-нибудь такими То, завтра, это... Такие моменты и так далее, ну, да, то есть, там... По-живому тебя режут, по-живому На чувствах играет, на жалость На жалость, да Ну, скажем так, со мной такое не пройдет, потому что я психологика знаю хорошего человека Все-таки я в детдоме воспитывался и до детдома, то есть, я пошел... В детдоме даже? Да, я в первый класс пошел в 14 лет А, вон, в 14 лет, ух ты, это как-то... Школой закончится 3 года А, в всю школу, вообще, да? В 9 классов А, в 9 классов, да? Да, и после этого поступил в медицинский уже, то есть, в институт? Колледж А, колледж, да Вот, и, как бы... И с 7 до 14 лет, то есть, я работал, вот, у меня была такая ситуация, да, то есть, я... Кормил папу, маму, братья, сестер Четыре, младших Вот, и уже потом, когда в 14 лет их лишили родительские правды, тогда я попал в ее дом А так, с 7 лет я работал, то есть, кормил, и я много общался с людьми, и я уже вижу людей, то есть... По сути, насквозь И оно... То есть, всегда нужно все подтверждение То есть, я иногда маучил, иногда промаучиваю некоторые моменты Но, тем не менее, допустим, я вижу И поэтому, если, допустим, я вижу, что человеку действительно нужна помощь, я помогу всегда Ну, как-то, мне кажется, тут понимать, кому помогать-то, а то эти люди могут... Понять легко Как ты рассказываешь, такие случаи тут могут... Мамы, бабы там... Понять легко Понять легко Элементарно делать это То есть, допустим, да, то есть, если человек говорит, что нужно помощь и так далее Говоришь, что у тебя сейчас нет денег, мне нужно присылать Давай, пошли, я посмотрю, допустим, что там, к чему, да, проблему Да, то есть, там, если кто-то умер, то есть, давайте помогу, там, перенести покойника, там, или... Ну, короче, посмотреть, то есть, реальность Вот, войти, то есть, я тебе помогу, но я тебе помогу позже, да, допустим, мне есть, допустим И, если человек, если, допустим, ты ему говоришь вот это все Если это неправда, то есть, он сливается сразу Он сразу отказывается от своих этих моментов А здесь такое бывает, да? Да, так вот занимается Пизде это бывает На каждом углу что-то, да? Нет, не на каждом углу Здесь такое, у меня такого ни разу не было Здесь Здесь там могут подойти, попросить, сказать, что похмелье, нужно похмелиться, то есть, там... А, вот Да, то есть, тогда ему дашь сувар, то есть, он пойдет похмелиться, и все, бог себе Тут чаще же такая натуральная, что с нее даже не похмеляются Она такая, стоящая, туда, там, доливают Смотря сколько выпьешь Вот, но тем не менее, допустим, да, то есть, как бы, ты видишь, когда, ну, вот, когда, правда, тут, 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 тут редко так, что подойдут, скажут, типа, ой, там, на хлеб нету, а пойду чаще купят В основном, допустим, если грузин, допустим, это цыгане там могут, там, на хлеб просить Здесь цыгане есть вообще, вот, бабочек много Очень много цыгана А, да? Это жесть А тебе дети кидаются на ноги, и так далее А, вот так При мне, кстати, вот, Саша, вот, недавно была ситуация Мы до того, когда были, вот, после вчера, по-моему, было, да? Когда до того встречался Это администрация бульвара И была ситуация в том, что мы идем, то есть, и там цыгане начали кидаться на каких-то арабов, то есть, А так они их убили, вот Били? Да, убили даже Нормально здесь, это ничего, не посадят за эту вещь Они такие нахлы Они такие нахлы, что я сам их гонял Вот, когда вот этот, у меня друг есть, он работает аниматором, как медведь на бульваре Такой большой, трехметровый медведь И я с ним рядом стоял, то есть Костюм из Украины, чего чувак привез В него садишься, в этот медведь Медведь? Да Очень классно Это мой друг То есть, что я могу созвониться Су-су-су Этот Чувак медведь С медведем будет трех Чувак медведь Так цыгане напали, то есть, они начали просто его дергать там и так далее То есть, я говорю, отойдите отсюда А они там, ай, что ты там там, ай, то есть, начали что-то там гнать Я беру телефон Говорю, ребят Я хру сейчас звоню в полицию Ну, вот А это, то есть, ну, они говорят, звони куда хочешь и так далее Хорошо, беру, то есть, не звони никуда, понятно, просто взял телефон и типа, типа я разговариваю Так убежали сразу А, убежали все-таки Да Так а тут полиции боятся все-таки или не боятся? Побаиваются Побаиваются Да Я сегодня ехал утром, как раз вот, когда я ехал сюда, вот, ехал с майором полиции Такая-то тоже, рассказывал начальник уголовного розыска Ну, вот, было интересно, говорят, что тут у них полиция, то есть, есть ограничения, но у них жесткие правила, то есть, тут коррупция, то есть, практически невозможно Потому что здесь за это очень сильно карается и, как бы, очень опасно А карается, ну, наказывается, то я наукраинском сказал Ничего, ничего, ничего Петь, а скажи, как тут деньги в долг занимают? Какие у них такие, ну, приводят, что люди там дают? Как все, это, конечно, не секрет в долг Какие здесь такие фишки? Что, в долг? Ну, да, например, хочу я в долг там у тебя задать Мне же надо, как это, раскрутить тебя, правильно? Ты же просто так не дашь, ну, например, как это, надо что-то там придумать такое Как везде Слушай, ну, это как везде Это что в Украине, что в России, что в Беларуси, что в Грузии, везде Человек придумывает проблему, или она существует реально, или нереально Если, допустим, реально проблема, да, то есть, ну, это понятно Бывает нереально, человек придумывает там какую-то историю и так далее, чтобы замять Ну, это везде так делает Везде так делает, лучше Или втирается доверие, да? Втирается там, дружить начинает Человек тебе на улице не подойдет, не скажет Ну, понятно, да, это он тебя не знает Это в любом случае человек, ну, твой знакомый, который у тебя, ну, отдал жить Если, допустим, на улице человек подходит, он просто вопрос у тебя, допустим, дай мне там, лар там и так далее То есть там, по-моему, на что-нибудь, да Ну, что-нибудь, да, ну, просто попросит, да? На ту же самую похмелку там или еще что-нибудь А так, ну, никто-нибудь с тебя нет Это знакомый человек тогда Ты знаешь, есть такая пословица, да? Хочешь не видеть долг от друга, отдал же ему денег Ну, да, конечно, знаю, да, да Ну, у меня четкий принцип на эту тему Я в долг не даю и сам не беру Если мне надо, я беру долг в банке У меня здоровые отношения со всеми А здоровые четкие отношения Знаешь, какое у меня отношение? Если, допустим, кому я даю в долг? Вот У меня одно такое Я не даю больше, чем я могу подарить А, ну, это да, это понятно все, да Ну, понятно, там, 10 варили, там, 20 варили, да Не важно, если я знаю, допустим, что Я не даю больше, чем я могу подарить И чтобы это не отразилось на мне Или на моей семье Или на моих, там, близких и так далее Вот Потому что у меня тоже дети То есть, которых нужно кормить Ну, да, да, да Что логично И поэтому я не даю больше, чем могу подарить Я так одолжил А даст, а даст, а не отдаст Бог с ним А может вообще это все, как бы, барьер этого убрать? Тут, по-моему, таких, как-то рассказываешь Тут Куча знакомых Ходит, особенно вне сезон, наверное, да? Сезон-то понятно, тут все на работе А вне сезон, наверное, вообще В Испании тоже там Вот сегодня сантехника А до этого я там, ну, такие вот истории Он сейчас сантехник пришел Ремонтирует унитаз А позавчера он был этим риелтором Квартиру продавал Вот это пишет Ой, два года назад У меня квартиру продавал А сейчас вот унитаз ребят Здесь и такие тоже есть Здесь и все Грузия Страна контрастов Скажу так Вот знаешь, что Смотри, что мне Вот в Грузии В Грузии я обожаю природу Вот природа Мне очень нравится Вот Мне нравится Да Как бы Теплость людей Встречаются Очень хорошие люди Действительно Как Александра сказала Сулико Наш Общий папа Вот Мы получается Брат и сестра Так вышло Саша У нас бизнес Получился так Что мы с ней Сидели Зачем выгнали Приревновали А это супруга Да не супруга Там вообще Эменинник 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 А он какие-то взгляды на Сашу имел Да? Нет Нет Он просто знал, что Он знал Майко Да не правда, Петь Просто он тебя не любил И все А зачем меня пригласил Он тебя не приглашал Ты приехал Он что тебя звал Ничего он тебя не звал Ты приехал На застолье А он тебя в итоге выиграл С грузинского дня рождения Можно быть выгнатым Как так может вообще выиграть с днем рождения? У Саши своя правда Нет, я просто до сих пор общаюсь с этим человеком А Петя до сих пор с ним не общается С того самого дня рождения По-моему тут все понятно Изначально мы дружили очень много лет И было все классно То есть я приехал Все были Все довольны Все было нормально У нас с Сашей абсолютно разные правды Потому что я с ним общаюсь и знаю Петь, ты думаешь, что они тебя любят А они тебя не любят Ну прими эту правду Серьезно Ну ладно, ладно Да Это и есть так Грузины могут не любить Да Они могут очень быть теплыми Они могут тебе давать жилье и кровь много лет А потом сказать, блин, ты как Ну Саша Ну да Я знаю Со слов Ну Амари я знаю Ну вот Ну вот Поэтому мы не общаемся С Амари Потому что Как Как Я не красно надеюсь Чтобы меня все любили Это раз Ну не сто долларов купил лучше Говорит, да? Ну да Как минимум Да Я знаю, кто меня любит, кто меня не любит Вот И знаю, что Не надо обращать внимание на многие вещи, слова То есть То есть Есть правда Есть то, что я вижу То есть И то, что я понял То, что Саша Блондинка Ей в общем на уши вешают И она на все ведется Ты в общем на уши вешаешь Верь Фигню сейчас ты говоришь Глупость Вот И я на это не обращал внимания То есть Ну Как бы То есть Я понимаю То есть Это Это Эта девочка И так далее То есть Ей пытаются рассказать много Это в Грузии Если видят девушку Кстати вот эту тему Если видят русскоязычную девушку Или еще что-то То есть Это сразу То есть Как красная тряпка То есть Все пытаются познакомиться Грузины Да Не грузины Русских Украина Не важно Грузины А Мужчины Да То есть Грузинские женщины говорят Что ненавидят русских И так далее Потому что они в основном все Конкурентки Какие конкурентки Ну В принципе В чем-то конкурентки А в чем-то то что они Легкодоступные Русские Ну конечно А что и правда что ли Правда И получается что Ну как Лекот Что-то у него прям тут Быстрее Тут надо там познакомиться Там поухаживать Хотя бы или как-то вообще Ну Это через какое-то все-таки время должно пройти Ну Каждый раз праздновать Я знаю людей Которые допустим В первую ночь спокойно допустим Могут пойти Но это неправильно Я считаю Для меня допустим Женщина которая В первую ночь пошла в постель То есть это уже не женщина А вот так Угу Я в этом плане строгий Вот Не я допустим С ней могу там встречаться Что-то Вести какой-то диалог Но тем не менее допустим Я никогда не буду Воспринимать Ну как серьезную Женщину Для того чтобы с ней Допустим создать семью Или еще что-то Я уже не буду Воспринимать Я буду с ней гулять Общаться Встречаться Но тем не менее Дальнейшего Этого Я не захочу с ней Слушай Петь Смотри Они такие как Красная тряпка Наши русские девушки Тут же они женаты Да? Грузины чаще всего Как они тут Чаще всего женаты То есть они могут рассказывать Что они не женаты То есть там могут рассказывать Какие хреново у него жена Там еще что-то Там много моментов Тут же город-то маленький Тут деревня уже Тут все друг друга знают Или нет такого Ну вот я общался С грузинскими девушками То есть у меня есть Не буду назвать Имя Ну я понял Здесь фамилии и имена Назадывать нельзя Не в конструкции Потому что Да Конечно Вот она говорит Да Мужчина Может себе позволить Иногда погулять Я говорю Никогда себе не позволил Допустим Но мужчина Может себе позволить Допустим Это неправда Тут хватает и русских И украинских И белорусских То есть славян Мало Славянок То есть так далее Ну я у меня Смотри Вот здесь все маленько Здесь получается все другу знают Нет Нет Много тысяч людей В основном Есть комьюнити Которые знают друг друга Знают Поверь мне Тут все друг друга знают Тут уже настолько все запутано Что в любом случае Если кому-то на новое наступишь Где-то Все все знают И грузины И экспаты И так далее Вот Допустим И про Сашу знают И про меня знают Даже еще сверху Придумывают Еще что-то сверху И так далее Ты знаешь С одной стороны Кажется Что нас никто не знает Никто ничего не видит А на самом деле все видят Вот я вышел на рыбалку Допустим Я уже знаю Что я рыбак Люди допустим Могут выйти Скажут Так что Тут много таких моментов Которые нам кажется Что люди не видят На самом деле видят Я пошел пиво попил Допустим Уже знают Я допустим Вышел Допустим Что-то купил Уже в Махинжури Знают Что я купил Да Понятно Это как большое село Конечно И тут экспаты И так далее Все друг друга знают И я же говорю И плюс Это как в селе Много сплетен Много чего То есть Образовываются Сверху В этих моментах Здесь можно жить комфортно Даже не имея денег Ты пошел Зайнул Пошел Продукт купил Записали Везде записали Получается Так спокойно можно жить Нет Когда отдашь непонятно Нет Скажем так Тут Понимаешь Любой долг Нужно отдавать Потому что Если ты один раз взял И не отдал Тебе больше никто не даст Само собой Разумеется А если ты взял И уехал Отсюда Смотался Как-то это Как-то здесь фиксируется Нет Одно дело Когда восемь тысяч А другое Когда немного денег Кто тебе будет искать Кому-то нужно Проклянуть тебя И все А вообще здесь как-то действуют Какие-то Полиции Суды В Успании Судиться бесполезно Можно годами судиться Ну и то же самое Наш друг так и ждет Судиться можно бесполезно Да У него есть постановление суда Туда-сюда То есть так далее Ну Допустим Если ты живешь в день И так далее То есть у него ничего нет А с головы рубашку не снимешь Ну понятно Да Даже если на бизнес Опечатывают его А все равно Дальше ничего не происходит Вот он выходит Вот он Может будет Мафию какую-то Нанимать Это тоже Подсудное Типа дело Тут с криминалом Сложнее Здесь сложнее Если в Киеве Я мог решить спокойно Допустим Одним звонком Вот Причем с грузинами То есть Здесь Здесь криминал не действует Ну понял Здесь другая полиция Полиция американская В России Там В Украине Это Ну решается Спокойным Криминалом Даже сейчас Мне кажется Срачено было 90-е годы Сейчас тоже решается И в России И в Украине Ну Ну Это факт Это факт Окей 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 Если ты работаешь удаленно Однозначно Да Вот Если здесь планируешь Открыть какой-то бизнес Или что-то В этом роде То жди Больших сложностей Ввиду То есть Ну Отсутствие денег Да Готовься к тому Что ты будешь жить В красивой природе Красивом море В красивом месте Ну Заработать здесь Сложно Если Те Кто на удаленке Тем Идеально Потому что Очень дешевое жилье А почему не дешево Потому что здесь люди Денег не зарабатывают Вот То есть И Поэтому Если допустим У тебя удаленка есть Если ты можешь спокойно Снять номер Ты можешь за 200 долларов Снимать шикарную квартиру Вот Со всеми удобствами И так далее С видом на море И так далее Если ты зарабатываешь Там тысячу Две долларов То есть Тебе Продукты Дешевые Природа Прекрасная Все дешево Это Прекрасно Это Прекрасно Для тех людей Которые работают на удаленке Потому что Здесь заниматься бизнесом Здесь заниматься бизнесом сложно Здесь ничего не заработаешь Здесь можно с голоду Сдохнуть Сголоду Скажу правду Можно с голоду Сдохнуть Серьезно Я в Киеве Допустим Вот работал У меня 100 долларов Минимум То есть Я выносил Каждый вечер Массажный салон Да Массажный салон Нормально платили Недолг Ничего Да Здесь я 3 месяца работаю То есть Я иногда На маршрутку не еду Езжу за этим на автобусе Даже так же Разница Вот И сразу Я говорю правду Как есть Вот я здесь Тысячу массажей сделаю Бесплатных Ну не тысячи Это я утрирую Ну много массажей У тебя очень плохая здесь жизнь петь Я думаю Надо Саша Ты не лезешь? Саша Я сейчас говорю сейчас Ты говорила Тебе мешал? Я даже не смеялся Пока Ты говорила Так что Я слышал что ты говорила Так что Ну вот В плане жизни здесь Ну в сезон Понятно Может быть тут народ Поток есть А в не сезон Получается Здесь так все Да В сезон То есть Здесь есть люди Поэтому Ну проще Работать Как бы То есть Я когда 5 лет назад приехал То есть Я за 3 месяца Обставил квартиру То есть Это А А А А ahí Ну 1 Т А Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok